Мне сегодня принесли 1180 подписей, и сбор подписей продолжается. А кто подписывал это воззвание о том, что помогите нам? Это работники совхоза, пенсионеры совхоза. Они все знают, что за воззвание. Они все знают, да? Ну, если честно, я его видел, но пока я еще до конца не читал. Вот оно, кстати, здесь вот. Это ко всем, кто неравнодушен к судьбам совхоза Ленина. Таких неравнодушных вы видели, сколько у арбитражного суда. Ну, в общем, везде. Вот все они, то есть к ним всем обращение, что да, действительно, три акционера, которые вообще никогда не работали в совхозе, это наследники, и трое других, которых я выгнал за воровство, они создали такую коалицию вместо срота Агро, ходят и пишут заявление, и все думают, когда же они станут богатыми. Они больше 25 лет не работают в совхозе, они никакого отношения к совхозу не имеют, их главная задача разорить нас. И они довели до того, что с помощью судебной системы, абсолютно неадекватной, коррумпированной, до того, что теперь совхоз поставлен в такое очень тяжелое положение. И коллектив совхоза обращается ко всем без исключения жителям нашей страны, которые голосовали за меня как кандидата президента, которые сами потеряли работу, которые, ну, у нас много партнеров народных предприятий, и очень много людей неравнодушных, которые, ну, вроде как, в нас видят светлое будущее, чтобы они каким-то образом помогли нам материально. То есть перечислили деньги, да, на расчетный счет совхоза, вот в виде компенсации по этому, вот, там такая формировка, оплата за Грудинина ПМ за возмещение убытков по делу о арбитражном суде. А дальше-то что? Что они говорят в этом обращении? Что мы, в свою очередь, построим на эти деньги, которые получим в совхоз, огромный парк детский, куда будем всех пускать бесплатно, ну, вы знаете, что парки мы строим хорошо, тут такие очереди стоят. Вот, кстати, если все те, которые голосовали за меня, если все те, которые ходили в парк бесплатно, пользовались, которые покупали землянику, даже по 100 рублей каждый человек сбросится, то только голосовавших за меня около 9 миллионов. Ну, и тогда мы спасем наше хозяйство. И тогда эти рейдеры останутся ни с чем, а у нас, а мы очень хорошо строим вот эти парки, и у нас действительно есть опыт. Мы построим такой парк, которым обзавидуются не только наши, но и все заграничные наши эти конкуренты, партнеры. Павел Иванович, была такая идея, где-то такой народный парк строили и продавали кирпичи с фамилиями инвесторов. Не, а мы по-другому, понимаешь как? Чтобы все вот, кто участвовал, могли бы... Все, понимаешь, как я понимаю, что нам нужно собрать очень большую сумму денег, миллиард. Конечно, были случаи, когда и больше миллиарда собирали на лечение ребенка, а тут на защиту такого хозяйства, которое является эталоном. Но то, что мы уже умеем строить парки, и то, что люди бесплатно сюда ходят, мы это знаем. Просто площадь его будет около 5 гектаров, мы уже там концепцию разрабатываем, у меня есть тут всякие наработки, мы давно хотели этот парк построить, а теперь у нас появятся деньги на это. И мы выполним свои обязательства. То есть народ сделает народный парк. Народный будет стимул. И они будут ходить и понимать, что это народный парк, что там ни копейки денег не берут, но каждый человек, который прислал 100, 200, 300, 500 рубля, сколько есть, потому что сейчас очень тяжелое время, у людей же денег вообще нет. Государство сделало так, что нищими стало половину уже населения. Я вот читал, 45% наших граждан имеет доход 15 тысяч на душу населения. 15 тысяч это вообще ни о чем. Понятно, что наша главная задача выплатить налоги, вот эти 200 миллионов, которые я говорю, заплатить заработную плату своим работникам, но у нас появится реальная возможность, ну, скажем так, вот это, у нас давняя мечта сделать парк земляничный, чтобы все, что там было, ну, как-то связано с нашим производством. Я такие парки видел в Германии, много о них рассказывал. Это парки, которые в день принимают по 5-6 тысяч, ну, даже не в час проходит людей. Вот они очень интересные, одновременно там продается земляника, они-то есть и в Голландии, и в Германии. Это такие кантри-парки со всеми там интересными задумками. Это не Диснейленд, но, я так скажу, он даже, может, иногда покруче будет. Тем более, что оставшихся там 700-800 миллионов точно хватит на то, чтобы такой парк сделать. И у нас есть партнеры, которые очень красиво все делают, и у нас есть понимание, как это нужно сделать. А земля есть, Павел Николаевич? И земля, да, и земля переведена. И нас, кстати, никто не сможет даже, если захотят в области остановить, они нам все время встанут в палки в колеса, но у нас есть уже земли, которые переведены из сельхоз-несельхоз, которые позволяют вставить объекты. То есть я видел это все воочию в Германии, поэтому сомнений в том, что мы это сделаем, нет. А официально где можно сверить, что этот счет именно для сбора средств, поддержку? Мы опубликуем это все у тебя, и я думаю, что завтра подключатся другие блогеры. У всех будет один и тот же расчетный счет, потому что мы думали, что можно расчетный счет мой дать, но, с другой стороны, меня заблокируют сразу, считывая то, что поданы такие иски. Расчет еще совхоза очень сложно заблокировать. И поэтому просто специально будет написано в платежке заплата за Грудинина по решению суда такому-то, и эти деньги все будут поступать, мы их отдельно будем учитывать. Маркироваться будут они как? Да. А потом мы на эти деньги будем строить этот парк. Причем была такая идея, что мы хотим пригласить очень уважаемых людей, которые занимаются в том числе и проверкой, чтобы в качестве попечительского совета парка вот этого были там люди, которым верят различные, ну и Геннадий Андреевич Зюганов, и Владимир Владимирович Жириновского пригласим, на всякий случай, чтобы не одна политическая партия. Главное, что там у нас были идеи, Максим Шевченко, в общем, все такие люди, которые доказали, что они за справедливость борются. Была такая идея Кудрина пригласить с Навальным, уже они точно все проверят полностью. Поэтому мы все это обсудим, но главная сейчас задача не дать возможности вот этим вот бандитам захватить акции, а у них в кармане все эти судебные приставы, все эти правоохранительные органы, они в две минуты придут и разрушат. Но если судебный пристав будет видеть, что добровольно исполняется решение суда, а у нас же видел, сколько было желающих перечислить деньги. Даже у нас здесь в совхозе. Целая семья написала письмо, что она отдает. Нет, не только семья. Слушай, у меня тут работники, они пытаются, я им говорю, слушайте, давайте, успокойтесь, свою премию перечислить в полном объеме. Потому что все понимают, что от того, останется здесь совхоз или не останется, дальнейшая судьба всего поселка, может быть, даже всего района, потому что видите, какое количество людей приезжает за земляникой. Ну, они как-то таким же образом приезжали за цветами в колхоз Горького и за молоком. А потом ничего не стало, благодаря вот этим рейдерам Агроснова, Рота Агра, они же все уничтожили. И поэтому люди не хотят терять натуральные продукты, они хотят просто питаться нормально, чтобы их дети были здоровы. И поэтому, исходя из этого, они хотят перечислить деньги.